Ну это целая наука, искусство составления розари с партнерами. Да, он компактный, он ярусный, такой кругового обзора. Здесь и розовая аллея, с одной стороны, где есть свет, а дальше теневой сад. Тулипы на участке сохранились совершенно удивительные. Всем привет, с вами Green Tips и я Елена Турчак. И с вами мы сегодня приехали в частный сад коллекционеру Локтевой Татьяне Вадимовне. А реконструкцией этого замечательного сада занимался ландшафтный дизайнер Андрей Лысик. Андрей Лысиков – кандидат биологических наук, автор 13 книг, ландшафтный консультант и ландшафтный фотограф. Андрей, доброе утро, спасибо, что пригласили в этот замечательный сад. Здесь буйство красок, роз. Такой красоты я давно не видела. Да, Лена, здравствуйте. Я тоже здесь очень люблю бывать в этом саду. Я не хозяин этого сада, гость и помощник, можно сказать. Это сад частного коллекционера, да? Да, это сад Татьяны Вадимовны Локтевой. Она очень любит розы, как видно, по картинке, наверное. Как давно вы пришли в этот сад? Я появился здесь первый раз, наверное, лет 12 назад. Надо сказать, что вот тема переделок и доделок каких-то реорганизаций, она очень актуальна. Татьяна Вадимовна попросила превратить как-то сад из чистой коллекционного, потому что здесь были просто ряды роз. А, и все, да? Да, в основном так. И плодовый сад вот здесь вот был, по-моему, 5 или 6 больших яблонь. То есть вся эта вот поляна, она была в яблонях. Вот, и между ними вот розы так. То есть коллекции были, но ландшафта или что-то такого художественного не было? Профессионально тут никто не работал по ландшафту. Ну, и вот я постарался сделать так, чтобы внести какие-то элементы декоративно-ландшафтные. Да, вот и в целом, чтобы сад оставался коллекционным, но все-таки он выглядел так более-менее парадно. Когда входишь, сразу видишь вот эту объемную арку и теряешь дар речи. Ну, да, акцент этого участка, конечно, розы. И, естественно, что хозяйка использовала разные совершенно группы роз. Ну, на входной зоне обычно вот такие вот арки обрамляются плетистыми разными розами. Здесь две розы, да? Тут две розы. По этой части забора замечательный фламентанс. И, конечно, они сразу, ну, вводят в какое-то определенное состояние души человека, который входит на участок. Понимаешь, что ты пришел в розовый рай. Да. Андрей, ну, дальше мы видим на входе аллею из роз, да? И в основном это флорибунды и чайки гибридные. Да, классическая такая аллея. Можно, наверное, придираться к ней с точки зрения цветовых сочетаний. Ну, коллекционеру это вполне, так сказать, простительно, да? Они все любимые. Эта аллея сделана по принципу в основном вот по правой руке английские розы, а здесь французские розы разные. И, как вы сказали верно, действительно, это и чайно-гибридные, и флорибунды тут преобладают. Субтитры создавал DimaTorzok А еще мне нравится, что вот здесь у вас прям идет подбивка. Подбивочка. Да, прям, мне кажется, он разрастет, такой хороший ковер. Сейчас вот самая такая пиковая его форма, цветение. Забивает сорняки, да? Очень здорово. Да, постепенно сорняки практически уходят, и он обрамляет такой золотистой лентой эту дорожку. Главное, очень неприхотливый. Андрей, ну здесь совершенно потрясающе. Изгородь жива из фламентанц. Заборчик. Заборчик, да. Тут 7 или 8 кустов старых, больших, одного сорта фламентанц, которые, конечно, выглядят очень эффектно, но с которыми приходится повозиться во время подготовки их к зиме, и потом распаковка весной. Красота требует жертв, больших, наверное, да? Да, безусловно. Как они укрываются на зиму? Татьяна Вадимовна приглашает помощников. Несколько дней все это длится. Срезаются, обрываются листья с веток, с побегов, вот. И они в такие, я не знаю, как назвать, сувоев, пучки такие, что ли, свертываются, связываются, да, укладываются тут на маты, и потом сверху это укрывается все такими щитами. Сверху еще непромокаемым материалом, да, спонбондом. Потом там рубероидом укрывается. Укрытие очень серьезное, вот. Видимо, поэтому так буйные цветут. Ну, возможно, честно говоря, я вот считаю, что в чем-то, может быть, даже излишнее здесь такое серьезное укрытие. Но, тем не менее, считаю, как хозяева привыкли делать, если их устраивает результат, то почему бы и нет. Андрей, очень непросто подобрать партнеров для роз. Вот здесь прекрасно смотрится шалфей. Что еще мы можем предложить розоводам? Ну, вот видите, вот он только тут. Честно говоря, я хозяйке сейчас стал уже намекать на то, что надо добавлять какие-то декоративные спутники для роз. Ну, это целая наука, искусство составления розари с партнерами, да, об этом очень много написано. Есть такие вещи очевидные достаточно. Ну, вот здесь вот шалфеи. Шалфеи можно комбинировать. Они бывают очень разные по цвету, как известно. Их можно комбинировать с разными колерами роз, получая интересное сочетание. Еще вот из этой серии, не таких прямостоящих, а более рассыпчатых трав, можно говорить о котовниках разных, да. Сейчас даже можно... Фасана, да? Да, фасана в первую очередь. Там тоже много сортов разных. Можно говорить даже уже о перовске или бедолистной, потому что климат у нас все-таки теплеет. И уже на участках я встречаю это растение очень эффектное. А что из злаков можно использовать в партнеры? Из злаков? Злаки, которые создают вот такую ауру, такую дымку, да, красивую. Ну, это в первую очередь, наверное, некоторые сорта малиней. Щучка классическая, да. Наша все. Может быть, некоторые веники, но это уже немножко другое. Веник более такая организующая трава. Даже лаванду сейчас стали сажать, и она у нас, в общем-то, неплохо местами зимует. Неплохо смотрится астранция в таких вот смешанных посадках. Некоторым, кажется, розы самодостаточные, и они не хотят добавлять что-то такое. Ну, вот, к примеру, одно из растений дымок, парагус, который некоторые используют как плодовую культуру съедобную, а ее можно использовать вполне прекрасно, как вот партнер для роз. Андрей, ну здесь вдоль дорожки седум перешел в можжевельник, и вообще потрясающий какой-то ковер такой прям пушный. Да, так незаметно перешел в можжевельники. Ну, так получилось, что это еще до меня были высажены вот эти вот кусты можжевельников горизонтальных разных сортов. Ну, там, вот ближе туда Принцуэльский, это я даже не знаю какой. Приходится их регулировать, да, оставляя узкий проход. Но уж больно они нравятся хозяину, честно говоря, мне немножко такая вот дикость в саду всегда импонировала. Андрей, ну здесь совершенно потрясающий какой-то цветник, очень красивые переливы цвета, и здесь два сорта роз. Да, он компактный, он ярусный, да, такой кругового обзора. Эти высокие розы парковые Грэхом Томас подбивают Голд Эльзе низкий. И очень удачное сочетание колористическое. Голд Эльзе меняет свой цвет с таракота оранжевого такого, да, в пастельный, в такой масляный, да, какой-то. Вторит ему Грэхом Томас с оранжевыми, с ярко-оранжевыми такими таракотными бутонами, и тоже раскрывающимся более светлым цветком. Но они совершенно разные по габитусу, по высоте, и поэтому такой долговременный, такой постоянный декоративный эффект обеспечивают. Андрей, а тут прям отдельно сидящий куст, солитер. Честно говоря, они очень большой любитель таких вот посадок, одиночных в газоне. Но этот куст здесь сидит исторически, уже очень давно. Это розариум утерсен. Ну, сам куст по себе замечательный. Красивый, да. Он настолько неплохо выглядит со всех сторон, поэтому, в общем-то, я так спокойно к этому отношусь. Андрей, здесь потрясающая композиция из хвойных. И правильно я понимаю, что это ваша идея была привнести ее? Да, это вот как раз, когда я появился на участке, было желание привнести элемент такой более, ну, как я не знаю, элемент декоративности в обрамление стен. Потому что тут все было голо, торчал забор, и было всего несколько вот этих вот больших туй, которые можно видеть на заднем плане. На их основе я решил сделать хвойную группу, используя максимально яркие, пестрые, разные по форме, по габитусу, по сути, по цвету, сорта и формы хвойных растений. Ну, вот что получилось, можно видеть. Надо только сказать, что я делал ее заведомо в плотной посадке, чтобы сразу был эффект, понимая, что потом в дальнейшем придется ухаживать и стричь все это. Ну, так оно и получилось. До сих пор я здесь свои топиарные навыки отрабатываю на этом участке. Андрей, ну здесь мы видим живую изгородь из чебушника и дикого винограда. Тут мы, к счастью, обошлись без классической живой изгороди из посаженных в рядок туй. Ой, да, это прекрасно. Андрей, в продолжении сада мы видим много кустов гортензии, и, видимо, розы передают эстафету по цветению во второй половине лета гортензиям. Очень точно сказано, да. Они где-то недели через три, наверное, войдут в цвет. Да, здесь вот эта вот живая изгородь, которая прикрывает забор, заканчивается гортензиями метельчатый, и там дальше древовидный аннабель. Ну и кусты, видите, уже довольно масштабные некоторые из них. Вот этот вот старый сорт тордива, например, вот он уже выше нам немножко даже среднего роста человека. Конечно, эффектно, когда он усыпан цветами и замыкает таким образом вот этот вот угол. Андрей, ну здесь на заднем дворе прям какая-то такая приватная атмосфера. Да, абсолютно замкнутое такое пространство, достаточно уютное. Между домом и хозблоком здесь и розовая аллея, с одной стороны, где есть свет, а дальше теневой сад такой, да, где использованы волжанки, папоротники, брунеры, узульники. И второй, да, вторая сторона бордюра из спире и литл принцесс. Несмотря на то, что здесь высокие колены, бульданэш, которые замечательны в своем цветении, вот примерно месяц назад они были все усыпаны белыми шарами, вот, но солнца хватает вот для роз. Видно, что розы немножко повернуты головками в сторону к свету, но тем не менее хватает. Ну а здесь к вековой липе вы прям сделали какую-то крутую такую форму и подбивку. Прилепили такую форму. Да, надо сказать, что липы на участке сохранились совершенно удивительные. Ну так вот, по моим прикидкам, им не менее 200 лет. Прослеживаются такие остатки аллеи. Ну, тут вроде бы где-то было недалеко поместье в этом месте, вот, недалеко, по преданию. И, скорее всего, вот эта липова аллея, которая вела к поместью. Здесь такой начался, как какие-то корневые отпрыски в небольшом количестве. Сначала их хотели убирать, а потом я посмотрел, что как-то это вроде, можно из этого что-то сделать интересное. И вот постоянной обрезкой мы получили такой вот шар сплющенный, который подбивает основание этой липы. Получился, по-моему, необычный. Иногда стоит подсмотреть какую-то вот тенденцию и ее развить. И получается что-то интересное. Клево. Андрей, ну здесь небольшая зона огорода и какая-то, видимо, реанимационная зона. Да, да, да. Что за участок без огорода? Теперь многие повернулись к тому, что надо что-то все-таки выращивать для себя. Да, этот участок был прирезан уже после, небольшой такой узкий. И здесь изначально закладывался огород. Но и стихийно, достаточно стихийно, получилась такая зона, куда несколько растений, заболевших с основного участка, я пересаживал, мы пересаживали. И вот они тут себя, значит, прекрасно почувствовали и набирают силу. Понимают, что это последний шанс, да? Да, да, да. И они говорят, что не, мы тут, мы еще будем, мы еще сильные. Тут и можжевельник, очень даже неплохой из Скайрокет, который был там доходяга совсем. И туйка, из которой сделали чупа-чупа с такой на ножки. Андрей, спасибо огромное за эту удивительную экскурсию. Меня впечатлило количество рост, сортов, такое многообразие. Сколько их здесь? Ну, точно не сосчитать, примерно 280 кустов и примерно полторы сотни сортов, так вот прикидывали. Вот это да. Ну, зрелище впечатляющее, вы правы, да. Мои сто рост померкли. По сравнению с этим многообразием, я понимаю, что мне нужно продолжать. Татьяна Вадимовна, спасибо огромное, что вы пригласили нас в свой сад. Я восхищена, такого количества рост не видела, мне кажется, никогда. И, конечно же, преклоняюсь перед вашим искусством, перед вашей любовью к цветам. Есть к чему стремиться. Спасибо вам огромное. Спасибо за добрые слова, спасибо за внимание. И подчерпнули какие-то новые идеи для своего сада, да? Да, много-много-много. Спасибо. 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 Спасибо.